Ребята, пришла зима, карантинные мероприятия, которые проходят в государстве, совершенно невозможно никуда поехать, но хочу вам показать интересное место. Очередное мини-зоом, на сей раз это Кековенес-Личи, Латвия, граница Криги. А сейчас, если позволите, реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Итак, мы выезжаем из Риги, едем мы в Кеков, дорога в основном лесная. Ну, довольно комфортная. Порядка 25 минут из Риги занимает. И, в принципе, наше путешествие, оно рассчитано на тур выходного дня, рассчитанный на детские эмоции. Поэтому мы многолетная семья, едем, потому что особо путешествовать негде. А в карантине сидеть дома совершают глупые занятия. И хочется себя, а точнее детей, как-то поразвлекать. Поэтому это видео в основном для тех, у кого есть дети, и вы ищете тур выходного дня. Кековенес-Личи. Приехали сюда, потому что поставили цель проехать все мини-зоом, которые находятся в Латвии. А если быть точнее, в Рижском районе, чтобы у нас на каждые выходные было потечение одного зоома. Итак, начнем с парковки. Парковка здесь практически отсутствует, не более 50 машин. И очень сложно запарковать машину, придется постараться. Время и часы работы вы видите. С 10 до 5 работает мини-зоом. И, надо сказать, они обычно в зимний период не работали. На зиму всех животных перевозили в теплые варьеры. Поэтому животных здесь, сразу скажу, немного радует цена. Ребята, самая дешевая цена посещения мини-зоопарка в Латвии, она здесь. Я даже не буду называть, хотя назову. На две семьи нам обошлось 12 евро вместе с кормом. На две семьи. Соответственно, одна семья не более 6 евро с кормом. Я умоляю вас, это очень позитивная новость. Может быть, кого-то смотивирует. Вот этот мужичок, это смотритель зоопарка. С виду мужик суровый, но добрый внутри, как ребенок. С ним обязательно пообщайтесь. Очень милый, добродушный человек. Смотритель зоопарка. Итак, начинаем. При входе нам встречают два животных. Интересно здесь что? Благородность этого зоопарка. Оказывается, это не купленные животные для развлечений. А это те животные, от которых по каким-либо причинам отказались. Неправильно за ними ухаживали. Они были больные, дефектные. Вот, например, эта лама, она на один глаз слепая. От нее отказались. У этого парня тоже какие-то дефектики. То есть, животные, которым жизни не повезло. И тут они себя нашли в естественной среде обитания места. И продолжают нас радовать. Понимаете, какой позитив сразу со старта такого мини-зоопа. Когда мы гуляем здесь, здесь условия максимально приближены к тому, что ты просто идешь по лесу. Такой традиционный, заброшенный кутер, деревушка. То есть, можно сказать, что тут он менее ухожен. Это не касается животных. Животные тут прекрасно уже не ухаживают. А вот сам внешний вид, он такой, как называется, с миру по нитке. Но, опять же, люди поставили крайне низкий вход. Люди сами мегапозитивные. Не люди бизнеса. Был бы здесь бизнес, здесь была бы совершенно любая история. Смотрите, вот этот вольер, его построили в этом году. Это сделал сын хозяина. И все начиналось вот с этих двух волчат. То есть, 4 года назад каким-то образом пара волков, самка и самец попали в их руки. И они их приилюетили. А теперь здесь огромная волчья стая. И это уже интересно, потому что волки себя ведут с одной стороны, как, знаете, котенок, который хочет у вас что-то попросить. А с другой стороны, он иногда ручит и даже бросается на посетителей. Ну, то есть, показывает характер. Волк есть волк. И это стаяное животное. Мы можем наблюдать через клетку, как на задних плане волки не решаются подходить к тем, которые на переднем. То есть, у них есть свой вожак, своя стая, своя иерархия. И вот в такой природной среде прям, когда между тобой только вот эта проволочная сетка, мне казалось, это очень интересно. Почему еще интересно? Потому что ближайшая волчья стая находится в Литовском. В зоопарке, насколько я знаю, у нас в Прибалтике, в Эстонии и Латвии ничего подобного нет. Поэтому, если вы хотите понаблюдать за волчьей стаей, которая максимально здесь в естественной среде, это интересно. Ну, надо посетить на это время. И дети были немного напуганы волками. С одной стороны и с другой стороны они увидели волка. Вот такое начало нашего зоопарка. Ну, у волков, честно говоря, я остановился на подольше. Мне было очень интересно, в первую очередь, самому золотому человеку наблюдать за волками. Я просто представил, окажусь я без клетки, с ними один на один. Как бы я с ними справлялся, мне было интересно. Но мы двигаемся дальше. И, как мы можем видеть, идем просто банально по лесу. Здесь мы видим сельхоззабор. Это забор такой большой проволокой, с забитыми столбами для сельхозживотных. А вот мини-золоткая сборная солянка. Здесь есть разные энтузиасты, которые периодически, время от времени, приезжают и помогают этому месту. А вот смотрите, какая интересная штука. Это естественная среда и благородный олень. Вот как будто бы прямо в лесу, ты встретишь благородного оленя. Причем он не подходит за едой. Он питается где-то отдельно, его нельзя с руки покормить. Это настоящий благородный олень. Благородные олени себя ведут так, как будто бы они хозяева леса. И к людям относятся крайне осторожно. Огромный вольер, в котором живут фазаны, куропатки и разные птички. В зимний период часть от них отсутствует, потому что экзотические виды не переносят зиму. Они переехали в более теплые вольеры, в другие зоо. И насколько мы не объяснили, это было построено за спонсорские деньги. То есть, это еще раз говорю, не бизнес, а люди спонсируют. Почему это происходит? Потому что эти парни занимаются тем, что они берут тех животных, от которых, как правило, отказались. Лечат их и содержат здесь, проходят необходимые карантинные условия и так далее. В том, часть из них, говорят, выпускают даже в живую среду. Так что, прежде всего, это благородные позывы, а бизнес уже отходит на какой-то другой план. Этим радует зоо-кейк, ковиде-сличик. По крайней мере, хорошо, когда есть какая-то история, какая-то идея, но можно со смотрителем зоопарка поговорить, он прям четко поконсультирует. Мужичок идейный, позитивный. Очень приятно с ним общаться было однозначно. Итак, здесь есть фазанчики. Камерой, конечно, через сетку снимать не камерфо, даже неудобно. Но фазаны прикольные. Они, помимо того, что они красивые, я вот, например, не знал, они издают разные звуки. То есть, один фазан как кукарекает, второй как шепчет что-то, третий как клушка, такой клук-клук-клук-клук-клук. Вот прямо интересно было. И вот дети залипли у волков, а потом у фазанов. А папа пошел дальше гулять. Мне было интереснее все-таки изучить само место больше, чем животных, потому что, как по мне, таких животных мало. Не ожидали они, что будет такое большое количество посетителей. Но никто не ожидал, что будет такой карантин. Хотя, как обычно, ждали же вторую волну коронокризиса. Ну вот, как получилось, так получилось. Забегаем вперед, скажу, что мы ни на секунду не пожалели, что приехали в этом мини-зоу. Вам же, я говорю, ребята, это очень дешевое мини-зоу. И когда с детьми путешествуешь, когда путешествовать особенно негде, возьмите себе на заметочку. Мини-зоу Кирковинец Личи. Маленькая пони. Ну, совсем маленькая. И одно скучное бедняжка такая. Мы ее пришли, покормили и прям порадовались. Сколько время ушло на посещение? Классические два часа. С детьми, знаете, больше и не надо. Потому что ты едешь в путешествие для того, чтобы получить какую-то эмоцию. А, прежде всего, вы снимаешь, обратите внимание вот на этот шедевр. То есть здесь пытались сделать сруб у реки. Это как планировалась банька под сдачу. И у нас есть характерные вещи для Латвии, а есть нехарактерные вещи. И когда ты видишь вот такую нехарактерную резьбу для Латвии, ты начинаешь вспоминать, где же ты это видел? И я долго не вспоминал, я вспомнил, что Литва, наши соседи, и для них это прям цветое, и прям характерное явление резьба по дереву, которое встречается и в колоннах, и в виде отдельных статуй, и гуляя по этому зоу, ты начинаешь это замечать. И понимаешь, что здесь делают нехарактерные вещи. Понятно, что на них изготовление нужно время. И вот мне закралась такая идея. Откуда резьба действительно обалденная? Просто обалденная. В Латвии такое встретить, это просто что-то из ряда вода. Здесь планировалась баня под сдачу. То есть не достроили они в свое время, но идея такая, что ты снимаешь баньку с прекрасным видом на такую речку-ковнотечку, но которая имеет несколько таких, скажем так, искусственно созденных водопадиков, и она от этого имеет какой-то свой шарм точно. И так идем вот по этой деревушке, где вот прям сено, где запах навоза, такой фиг, как будто, знаешь, на деревню к дедушке с бабушкой приехал. В этом есть свой шарм какой-то, понимаете? Вот я больше не городского формата парень, и для меня это прям родное, понимаешь? Мне это нравится. И так мы идем в эти сарайчики. Повторюсь, повторюсь, животных не оставляют здесь на зиму в этих условиях, они переведены в другие условия, и поэтому здесь остались кто? Смотрим. Лошади. Две красивые лошади. Лошади прям такие. Их здесь можно кормить. Кормить морковкой можно здесь. И еще там есть пару осликов. Да, не отпускай у меня эти колонны с этим видом. Ну, вот на это чуть-чуть позже сакцентируюсь. Я хочу, чтобы эти колонны, резные дерианы, запомнили. Вот мне закралась в голову идея, но это же не наша латвийская история. Это явно присутствие братьев-литовцев на нашей латвийской земле. Это их идея. Ну ладно, возвращаемся мы в сарайчик. По-моему, тут он неграмотное видео нарезал. Сейчас уже записываю звук и извиняюсь, что потратил полторы минуты вашего времени. Заходим в этот сарайчик, в котором есть лошади. Сейчас будем рассматривать лошади. И запах ему здесь нравится. И запах такой, как будто вот здесь находится в деревушке. Тебе же нужны дополнительные эмоции, когда фактически некуда путешествовать, да? Конюшни, конечно же, бывают покрасивее в Латвии. Например, в Беринепилсе просто топовые конюшни. Здесь такая, ну, обычная деревенская конюшня. Лошади живут в нормальном месте. Для лошадей это вполне нормально. Там сухо, сытно. Все необходимые витамины, сколько положено. Самое, обратите внимание, все шикарно. Здесь мы взглядели две маленькие пони. Одно ослика и две лошади. Есть такая удобная прорезь, где можно их кормить. Я не знаю, ребенок был просто в восторге от того, что мог кормить ослику, кормить пони. К лошадям не особо так подойдешь. Они все-таки такие большие. Ну, лошадей кормили более взрослые дети, а более маленькие кормили у нас люди. Вот это вот позитив. Знаешь, как из путешествий ты всегда возвращаешься немножко другими. И даже путешествия по Латвии, из мини-зон, дети тоже возвращаются другими. Смотри, они бы сидели сейчас за компьютером и в гаджетах, или общаются с животными, кормят и кладят. Понимаешь, это то, что ты им даешь. Ты обычно кричишь на них, не смотрите в телефон, отойдите от компьютера. А какую ты, взрослые, альтернативу и замену гаджетам даешь? Вот для чего стоит поставить цель объехать все мини-зоу в Латвии в наше время. Если ты этого не сделаешь, у тебя дети просто банально будут залипать в гаджетах, и я думаю, что это не лучшее время. Поэтому я, как заботливый родитель, предлагаю вам такие мини-экскурсии. Там где-то есть плейлист, называется «Латвия. Тур выходного дня». И там есть практически на каждый выходной день вот такого формата путешествия с интересной локацией. Цель этих путешествий – вас, будущую семью, которая едет в это путешествие, подготовить, что вы там увидите внутри. Ну, может быть, вам это и не понравится, и нет смысла сюда ехать. Гуси. Ну, они настолько круто кричали, что мы прям решили их кормить невозможно, но красавцы. Красавцы. Прям так пели песни, так шумели на весь этот мини-зоу. Здесь находится голубятня. Она сделана так своеобразненько, интересненько. Голубей очень много, но вот мы их не увидели, не рассмотрели все. Это лама. Все изволялось в грелозе. А вот теперь, смотрите, опять нехарактерная для ладвы история. Вот прям видно образ литовского парня. Да? Он не давал мне покоя. Максима. Максима – спонсоры. То есть, как выяснилось, продукты третьей категории, у которых уже срок подходит к концу. Максима является спонсором и привозит сюда продукты для животных. То есть, смотрите, как уникально. Здесь собраны животные, от которых отказались, кормят их продуктами, которые, казалось бы, надо выкидывать. И в целом, место мега-позитивное. Вот это добавляет позитива сюда. Обратите внимание, искусственно созданный водопадик. Максима работает, да? Класс! Ну, просто класс! Вот так можете выжить, родные. Видим еще одну баню, которую они тоже не доделали. В перспективе обещают вот эту мега-позитивную аренду. И сдавать баню по аренду. Вот здесь можно даже выкукорпыслить, спорить, спорить, спорить. Место очень позитивное. Хотя обычная вот речка, но видите, люди заморочили, сделали эти мини-водопадики. От этого здесь увеличилась вода, появились бобры со своими плотинами, начала появляться какая-то рыба. Обратите внимание, здесь кормят диких птиц. Вот за границей зо, за морщик, они заморачиваются на то, чтобы покорнить просто диких животных. Ну, вот это и есть позитив. То есть, понимаешь, ты пришел в мини-зо и видишь, что это мини-зо не для бизнеса, а это просто добрые люди, делаю добрые дела. И в таком добром месте хочется находиться. Вот то, что мне пришло в голову. Эта речка огибает территорию за пределами мини-зо. Здесь сдается сейчас баня, но в наше время баня не сдается. но они тоже нашли, как выкрутиться. Они сдали ее, как жилье для рабочих. То есть, приезжают патлонинские рабочие, им нужно где-то жить. И вот они придумали такую идею, что вот это место, саму баню сдать под общежитие для рабочих. Молодцы. А теперь смотрим опять не характерный для Латвии мангал. И опять эту резьбу. Видите? Это дух Литвы на территории Латвии. Обратите внимание на эти качели. Но не характерные для Латвии качели. Это тоже присутствие литовского духа на Латвийской земле. Интересно, да? То есть, мы можем не ехать в Литву, а Литва у нас сейчас закрыта для посещения на карантин, а приехать в Ке-Кавинес-Личи и представить себе, что мы поехали к нашим соседям в Добрую Литву. Цепилин, конечно, здесь не покушаешь, но зато есть вот питомник для обезьянок. Здесь можно посмотреть на обезьянок. Скажу сразу, что обезьянка такая хит, и когда ты подходишь, она начинает проявлять агрессию. Ну, а когда ты отходишь, то она появляется в окошке и устраивает разные интересные фокусы. Эту обезьянку, видите, увековечили здесь в виде столба. Вот такая тоже масочка. Вызналось, что это режет литовский мастер, но поскольку работы сейчас нету, вот этот вот талантливейший человек пошел работать в Норвегию водителем фуры. Вместо того, чтобы радовать, вставлять свои вот такие шедевры. Первоначально была идея превратить здесь, конечно же, в хороший зоопарк, и он, думаю, работы будет больше. Он, кстати, ба-бая покрылся, видите? Вот. То есть здесь больше таких душевно-эмоциональных историй и переживаний от этого теплого места, чем наличие большого количества животных. Вот, я думаю, это место, оно очень позитивное, очень хорошее, и без слонов, крокодилов и бегемотов. Вот, представляете, люди тратятся на то, чтобы кормить просто диких животных, птичек. Причем не на показ, а где это там в уголочке? Это милое, милое, теплое место. Обязательно пообщайтесь со смотрителем. Вот, с ним общаешься, это, скажем так, релакс для папы. Пока дети бегают, кормят животных, ты просто теплого, доброй души человека наберешься доброй и позитивной энергии. Поэтому вот такой очень скромненький мини-зо, но очень рекомендован для путешествия. 25 минут езды от Центра-Рики, 6 евро путешествия выходного дня. Еще один тур в Копилочку. На следующий выходной мы отправляемся в следующий мини-зо. А вы, если знаете о таком месте, отпишитесь в комментариях внизу, что бы вы посоветовали в наше непростое время для семьи с детьми, куда бы вы отправились в путешествие или куда бы вы хотели отправить в путешествие. На сегодня все. С вами был Владимир. Путешествия. С вами был Владимир.